Фрагменты из книги «Как найти родственную душу» Виана Стайбл. Предисловие. Эта книга предназначена для романтиков. Она написана для вас, людей, не утративших веру. Веру в то, что где-то в этом мире живет тот самый единственный и неповторимый духовно близкий человек, созерцающий одни с вами небеса. Человек, который мог бы разделить с вами страсть, божественную по своей сути, который мог бы создать или воссоздать отношения, затрагивающие самые глубинные струны вашей души, который возродит в вас ничем не сранимые по силе чувства, чтобы вы действительно могли ощутить себя частями единого существа. Иными словами, эта книга для тех, кто ищет родственную душу. Для меня обязательным условием возникновения такого чувства является мистически-романтическое чувство, присущее нашим душам. Некоторым из нас кажется, совершенно естественной необходимостью найти человека, знающего и понимающего нас на самом глубинном уровне, как и вера в то, что двоих людей, которым суждено вместе двигаться к высшей цели, сводит сама судьба, исполняя предначертания свыше. В конце концов, что есть желание найти родственную душу, если не древняя как мир внутренняя потребность создать божественную пару, образование которой вдохнет новую жизнь во Вселенную, и далеко не только на физическом уровне. При таком подходе задача нахождения родственной души выходит далеко за пределы стремления к личному счастью, ведь воссоединение родственных душ порождает невероятно мощный всплеск энергии. Такую энергию некоторые называют Вилософским Камнем. Это божественное вдохновение, рождающееся из страсти, что живет в глубине наших душ и ждет своего часа, своего осуществления, возможно, лишь через союз двух совместимых сущностей. Тогда это вдохновение выплескивается наружу и буквально затопляет все остальные области нашей жизни. Такой союз подобен камню, брошенному в стоячую воду. Он создает вокруг себя волны, которые расходятся дальше и дальше, знаменуя собой осуществление божественного предназначения двух слившихся душ на всех уровнях бытия. Предназначение осуществляется сразу на нескольких уровнях. Во-первых, в рамках самого союза оно стимулирует рост и эволюцию бессмертного духа, обоих его участников. Во-вторых, и, наверное, это самое важное, Вселенная устроена таким образом, что подобный союз вдохновляет окружающих, подталкивает их к духовному росту. Такая энергия является светом по своей сути. Вспыхивает еще одна свеча, которой суждено озарить окружающий мир. Многие из нас обладают врожденным знанием о том, каково это – быть любимым. Но мы не знаем, как применить это знание на практике наилучшим и наивысшим образом. Чтобы осуществить на практике желание, живущее в глубине наших сердец, и гармонично сжиться с другим человеком, нам для начала нужно полюбить себя, а затем набраться смелости и шагнуть неизвестное. Это не так просто, как кажется. На самом деле, чтобы полюбить другого человека всем сердцем, требуется немало мужества. Многие интуитивно догадываются, что чувства, столь всеобъемлющие и интенсивные, сосредоточенные на другом человеке, вещь довольно опасная, и они начинают избегать подобного рода отношений, потому что просто боятся. Некоторые столь яро избегают их, что даже отказываются верить в саму возможность их существования. Поверьте, и у меня в жизни был период, когда я совершенно утратил надежду на истинную любовь и отказывался верить в ту верховную жрицу, которую снова и снова обещала мне Вселенная. Я даже подумывал, не предаться ли мне аскетизму и вовсе отказаться от этой стороны жизни. Но 1 апреля 1997 года, в день моего 37-летия, когда комета Хейла-Боппа проходила перигелий, я почувствовал, что грядут перемены, что-то надвигалось. Так мы чувствуем приближение урагана в ясный полдень. Ураган разразился в августе. Он обрушился на меня ливневыми потоками и мощными торнадо, имя которым было Вианна. Он щепки разметал мой прежний мир и открыл мне глаза на систему ТЭТа-исцеления. Все это началось с одного поцелуя. К концу того года мы уже были без памяти влюблены в друг друга. Судьбы наши безудержно сливались единое целое, и мы летели на крыльях молитвы. Я верю. То, что тогда произошло между мной и Вианной, то, что началось с тем первым поцелуем, было истинным магнетизмом, присущим родственным душам. И продолжается оно по сей день. Эта книга посвящается истории нашей любви, а также всем романтикам, населяющим этот мир. А теперь, мой друг, отправляйся в путешествие, в которое зовет тебя Вианна, и в конце его ты обязательно вновь обретешь веру в истинную любовь.